Всем привет! Сегодня рабочий день, понедельник, и вчера в Польше был такой праздник, который называется Желоны-Щвенки. Я сейчас почитаю в интернете, в чем суть, но в нашем любимом Гдове, это такой городок, довольно далеко от Кракова, где-то в 90 километрах, и мы сюда очень часто приезжаем на какие-то вкусные обеды домашние, недорогие, порции большие. Я сейчас жду Деруны, или Драники, как некоторые их называют. Господи, я так давно не ела картошку, что не могу дождаться. Вот, и сегодня здесь будет огромный-огромный костер, я не шучу, он, наверное, высоту, как меня, две. Я не особо высокая, но все равно очень-очень большой. Сейчас подойдем, поснимаю, и также будет салют. Сейчас Игнашка спит в машине, потому что после садика он устал, и мы специально поехали, мы знали, что так будет. Одно, чтобы он тоже выдержал, повеселился, а Захар у нас не... Так, здесь микрофон, и они микрофон говорят, номер заказа. И сейчас нас зовут. Думаю, что ты там заказал. Поздравляю. Привет. Поздравляю. Поздравляю, это что-то не то. Попол. Поздравим, по-польски было. Я пью компотик, папа заправляется чем-то покрепче пивом. Так что сегодня у нас вот такой день. Мы практически каждое второе воскресенье приезжаем сюда на обед. И вот девятый год подряд мы приезжаем в это праздничное воскресенье. Видим, что в понедельник будет такой костер и празднование, но ни разу не выбирались сюда. И сегодня вот удалось, так что классно. Нас уже знают здесь хозяева, и у них даже нельзя оплачивать заказы картой. Иногда приезжаем и говорим, что у нас нет наличных. Ну, бывает такое, что банкоматы рядом не работают, еще что-то там. Нам даже несколько раз просто говорили, а ладно, вы наши постоянные клиенты потом вернете. Или вот Томаку сегодня, он пошутил, говорит, что пиво сегодня бесплатно. Говорят, да, бесплатно. Ну, серьезно, не посчитали пиво, и Томак получил гратис, как это говорят в Польше. Что-то я немного погорячилась. Вот моя ладонь, а вот деруны по-польски. Я тоже в шоке. Только посмотрите, вы представляете, какое будет пламя? Халабуда какая-то. Там что-то подмащивают, кладут что-то. Конечно же, дедушка приехал на мотоцикле. Игнаша кушает только с дедушей. Я кушаю че-то, мама. Папироги. За вареничками пошли. Я кушаю, мама. Короче, я тут спрашивала у местных католиков. Ну, и мне типа объяснили. Это, короче, религиозный праздник. И вроде как кто-то там увидел где-то огонь. Но до конца точно никто мне не сказал. Предложили загуглить. Не знаю, кто как, но я так задубела, что я пришла погреться. Исторожно, здесь очень тепло. Много народа. Кайова! переехать в краков чтобы возвращаться в скобину за продуктами на мороженое парк у нас у нас но и уже по привычке у нас открыли очень классное заведение здесь подают мороженое вообще хозяином является кондитер и он сам придумывает вкусы они все там сзади смешивают мне очень понравилось это вот зеленый чай и такие вкусные такие вкусные вкусы здесь сорбеты здесь сахарка что-то как обычно жалуются что жженое масло у нас семье появился бэтмен и кто еще спайдер-мен игнаша они сами себе выбрали посмотрите что подарила тетя мальчиком посмотрите на и гната это капец да подружка нашла игрушку точнее это и не знаю как это назвать это яйца динозавров которые надо залить водой их целых 6 штук в упаковке и значит через четыре боже что я говорю через два дня 48 часов вылупятся динозавры и мне досталось два потому что розовый и красный теперь вопрос где взять столько ямкость есть чтобы вот они прям все до воды 2 3 или 1 1 по 1 может дайте а потом zobaczymy coś что еще выклюю может зла вода то потом другий раз пробуем ok такой еще не было до бра и оставьте там то оставьте будем mieć за dużo живых динозавров подожди папа что-то пошло не так чему томик ну как-то не так нарисовано чё они плавают замужить шаба ну ты ли ага ну ладно а я не поняла а чё мы потом будем делать с динозаврами когда они вылупятся съедим не съедим да игнашка в своем репертуаре бедняга уснул в машине поэтому мы сейчас не идем в центр Кракова ну точнее как мы в центре но сейчас остановились в кафе чтобы ребенок выспался ну а что делать такое случается и цены конечно в этом ресторане вообще какие-то космические я понимаю что свежая рыба откуда-то там каждый день но все равно мне кажется что я даже не смогла бы проглотить такое дорогое суши есть есть мы не будем но пить никто не запрещал так что мама релаксирует пока папа где-то там занимается нашим вечно недовольным захаром ну знаете это чувство когда идешь голодный и с каждой террасы раздается запах чего-то невероятно ароматного и у тебя полный рот слюны и ты уже готов зайти в первое попавшееся кафе чтобы съесть что-нибудь вкусное что-то 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 и гнашка потребовал краковский бублик он называется обважанок или же процент хочешь захар стоп и вот собственно говоря такая ситуация мы нашли первую попавшуюся пиццерию причем это необычная пицца тесто как у всех ну а состав ты выбираешь сам самому можно выбирать соусы сыры мясо и овощи сколько влезет без ограничений и потом пицца кладется в эту печь жарится быстренько и приятного аппетита то не для чего бракуу я же говорю закар вечно недовольный у меня на цельнозерновом тесте тесте это так то есть моя у папы что-то очень похожее и мальчики едят обычную пиццу но с разными ингредиентами потому что они у нас абсолютно разные и нравится им все не одинаковое а вот мы и на рынке в центре кракова как планировали очень давно здесь не была по-моему в прошлый раз тоже снимала влог с Настей прогуливались копилка на ремонт города и здесь я даже вижу украинские деньги не только польские не только польские а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки весной и летом все кажется красивее. Не знаю, я просто оживаю в это время. А сейчас мы пришли посмотреть, точнее послушать, как играет брат Томака. Пойдем. Какой здесь красивый сад. Такой дворик, в котором можно присесть. И какие-то цветы обалденно пахнут. Спасибо. 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 Очень классное место для отдыха. Я еще такого в Краке не видела. Интересный факт обо мне. Я практически никогда не покупаю женские журналы. Даже Космополитен. Если меня что-то интересует, я читаю онлайн о трендах и всякое такое. Зато очень люблю заглядывать в те журналы и газеты, которые читает мой муж. Вот эту сегодня проглотила. Форум называется. Он часто их покупает. Ну, Томак. Вот. И почитала и о политике. Ну, в общем, разные интересные статьи. А вы покупаете женские журналы? Эль и всякое такое. Мы сейчас на пляже, и я вообще ничего не вижу. Надеюсь, что я там в кадре. Погода в Кракове, как обычно. В полдня лежишь и жаришься, как, не знаю, у котлета на сковородке. А потом вдруг, откуда ни возьмись, появляются тучи и, похоже, сейчас будет буря. Вот. Такая красота. Погода резко меняется. Типичный Краков. У нас сегодня воскресенье, и я беру вас с собой, покажу, как мы проводим наш выходной день. И, девчонки, делюсь с вами очень неприятной историей, которая приключилась со мной. Вчера я воспользовалась фильтром от загара SP50 с прошлого года. То есть, баночка была открыта, и я сейчас понимаю, что жадность наказуема. Я реально подумала, что ну вот ладно, там все производители говорят о том, что нельзя пользоваться фильтрами, что они не работают. И я за это очень и очень много заплатила, потому что за мной практически бессонная ночь. Я сгорела пятнами, в основном на спине, и фильтр не сработал так, как это было в прошлом году. Поэтому сейчас достала новую упаковку, я пользуюсь разными. Это у меня La Roche-Posay в спреи. Мне нравится и химический, ну как нравится. Я пользуюсь и химическими, и физическими фильтрами. Я уже говорила, почему. Вот, так что сейчас намажусь, и не экономьте на своем здоровье. Я понимаю, что это выглядит страшно, но я просто призываю вас не пользоваться фильтрами с прошлого года. Ну, то есть, открытыми баночками. Сейчас покажу вам очень хитрую систему. Вообще-то, гладильная доска стоит в нашем рабочем помещении. Это же и кладовая, и прачечная организацию там. Я покажу чуть позже. Но лайфхак от моего мужа. Почему-то мы привыкли гладить именно в ванной комнате. И я никак не могла придумать, куда же поставить вот эту вот паровую установку. Ну, то есть, это такой утюг, да. Потому что он занимает много места. Муж говорит, слушай, Оль, давай купим вот что-то такое в Икеа. То есть, полка на колесах. Здесь еще лежит стирка, которую надо разложить. Это скатерть. Никак не могу придумать, куда ее пристроить. Ну, вот всякие такие нарядные вещи для праздников. Надо определить одно место и туда все поскладывать, чтобы не было проблем. Вот. Так что, хозяйкам на заметку, это очень удобно. Действительно, передвигаешь с места на место. И вот я сейчас поглажу, поставлю утюг вот сюда, в уголок. И он никому не мешает. И вообще, две секунды работы. Вы же малые рубки идут. Сейчас. Комплект сменной одежды для малышей, потому что лето. Они пачкаются со скоростью света. Моя сумочка. Просто здесь столько всего. Не знаю, как я запаковала. Все, что мне надо было. Ключи от машины. Что? Очки. Мое платье, которое я только что гладила. Видно, правда? Ну, натуральный материал. И я не заморачиваюсь. Где наши новые жители? Ты пылесосил только что? Томак, наверное, пропылесосил. Это 200. У нас муравьи завелись. Ё-моё, придется что-то купить. Нет ни одной, Томак, чтобы показать новых обитателей нашего дома. Ну, реально, просто... Да, ну, Томак говорит, что это, конечно, не знаю, проблема. Наш участок сейчас выглядит так. И со второй стороны, там, где терраса, тоже. Потому что уже начались работы. И, как видите, у нас будет капельный полив. Они приехали таким маленьким бульдозером. Как бы все перевернули. Потом просеяли абсолютно всю землю для того, чтобы выбрать траву, которая была здесь. И привезут в рулонах. И деревья, и кусты. Еще мне что-то складываешь? Ну, хорошо. Так что где-то через неделю уже все будет готово. Или через две. Так что с запасом. Ну, пока что на террасе мы не можем загорать, но ослаждаться. Потому что, ну, приблизительно то же самое, что у соседей. Заехали в Скавину на любимое мороженое. Здесь уже фонтаны. И решили немножко покататься на самокатах. И потом поедем на обед. Как прикольно. Специальное место для собачки. А у меня сегодня мороженое. Никогда не догадаетесь с чем. Вчера пришли, и стоял целый куст базилика. Правильно ударение поставила? А сегодня уже мороженое. Сегодня небольшой обзор самокатов для взрослых. У меня красный. У Тома кассини. Он там снова выбирает какой-то отель. Уже идет второй месяц. Но я надеюсь, что в скором времени мы поедем в отпуск. Девчонки, это очень-очень удобно. Во-первых, самокат легкий. И вы спрашиваете, это самокат для взрослых. Это не детский. Хотя, ну как, подросток без проблем сможет на нем ездить. Он складывается, поэтому в багажник помещаются два велосипеда. Два вот таких самоката. Он с тормозом. Ну и можно регулировать высоту вот этой ручки. Если вы мама, и, к примеру, хотите успеть за детьми, которые очень быстро ездят и на велосипедах, и на самокатах, то это просто must have. Я шучу, конечно, но вещь классная. Если я упаду снова, это будет не смешно. Классная рыба. после обеда прячемся от жары пришли в лес погулять захар с игнатом уже забрали очень много нашей энергии поэтому восстанавливаемся бывают и такие дни когда просто даже не знаешь что думаете ничего себе самой желать